В Кировском районе Саратова достроили уникальную школу. Учебное заведение располагается в поселке Солнечный 2 и потому получило оригинальное название Солярис, то есть Солнечный. Школа рассчитана на 1100 мест. Помимо оснащенных классов, электронной пропускной системы и современного оборудования, здесь есть и спальни для групп продленного дня, бассейн и даже парк робототехники. Чем еще удивили губернаторы и нашу съемочную группу? Расскажем репортаж. Настоящее новогоднее чудо свершилось не только на сцене, но и во всем поселке Солнечный. Уникальная общеобразовательная школа под названием Солярис сегодня впервые засветила своими яркими лучами. Новое здание рассчитано на 1100 учеников. Здесь оборудован 61 учебный класс, 6 лаборантских, 4 мастерских, 2 игровых комнаты. Кроме того, это здание отвечает новым федеральным образовательным стандартам. То есть вся начинка, которой у нас находятся, все методические пособия, они все в рамках нового образовательного стандарта. Все здание поделено на профессионально ориентированные блоки. Учеников уже с младших классов начнут знакомить с вузовскими программами и направлениями. Для такого инновационного образовательного процесса потребовался и необычный подход к подбору педагогов. Спор сделали именно на молодых специалистов. И в рамках этого с июня стартовал проект совместно с Саратовским государственным университетом. Называется он «Школьный коллектив». Мы работали со студентами в рамках того, чтобы не подготовить отдельно каждого студента, а подготовить целый школьный коллектив, который умеет работать сообща. Увидеть уникальную школу приехал губернатор Валерий Радаев. Огромное здание удалось построить в рекордные сроки. На все работы ушло чуть больше полугода. Поэтому глава региона благодарит подрядчика. Ручку. Ну попробуйте ловить. Попробуйте. Он главный все-таки виновник, строитель. Он не ел. Весит все шесть месяцев. Вот только покушайте, пожалуйста. В этой школе не только удобно будет учиться, но и заниматься спортом. С первого сентября здесь даже начнет учиться целый класс, полностью состоящий из будущих хоккеистов. Тем более, что прямо во дворе уже работает хоккейная коробка. Также есть тир на пять мишеней, парк робототехники, два спортзала, бассейн, стадион на 500 мест, баскетбольные и волейбольные площадки, актовый зал, информационный центр и даже типография. При всех сложностях, трудностях сегодняшних банковских взаимоотношений это случилось. Поэтому сегодня перед вами отчитываемся. Строительство завершено. Еще осталось совсем немного. И школа будет введена в строй. Сегодня школа официально открыта, но пока идет активная подготовка к будущим занятиям. Впервые за партой в Солярисе ученики сядут 1 сентября 2017 года. Денис Титаренко, Олег Бирюков, Саратов 24.